Более тысячи участников объединила Лыжня Россия и Северное Сияние. Эти соревнования стали самыми масштабными в нашем регионе. Комитет по физкультуре и спорту подводит предварительные итоги зимнего сезона. Что ждать от лыжного спорта в округе в ближайшее время, рассказал Игорь Шевелев. Впервые вместе со всей страной Ненецкий округ пробежал Лыжню России. Спортивный праздник стал серьезным шагом в развитии лыжного спорта в регионе. Опыт массовых соревнований пригодился и организаторам, и участникам. С каждым годом их становится все больше. Например, для участников лыжни подготовили 200 шапочек, а их было 350. В результате шапочки получили только учащиеся первых шестых классов. В следующем году мы будем запрашивать количество, которое было у нас участников в этом году. По крайней мере, не менее 300 комплектов мы будем запрашивать. И в любом случае, если погода будет позволять, мы, конечно, будем проводить соревнования в сроке проведения всероссийской гонки. На пресс-конференции комитета по физкультуре и спорту сразу прозвучал вопрос, увидит ли округ профессиональную лыжную трассу. Губернатор региона уже дал поручение подготовить техзадание на исполнение проекта. Ведь эта трасса снимет сразу несколько проблем у профессиональных лыжников и любителей и откроет новые возможности для региона. Мы можем, и мы наверняка будем выходить с предложением проводить у себя здесь соревнования более крупного масштаба. Именно в это время, в апрель, конец апреля, я думаю, даже конец апреля, поскольку на большей территории России снежный покров уже отсутствует. Внимание к лыжному спорту медленно, но верно дает результаты. Александр Терентьев выиграл первенство России среди юниоров. Если он продолжит серьезные тренировки, у него есть шансы попасть в юношескую сборную России. Опять же, со всероссийского первенства команда юниоров привезла 15 место из 52 команд. Также в этом году две лыжницы и палеотлонистки получили звание мастера спорта.